привет друзья и снова вы на канале спектр оптик высокие технологии для охоты так нам попал на тест топовый бинокль от пульсар это околейт 2 xp50 pro чем он отличается кроме синих кнопочек мы сегодня с вами и разберем собственно во втором поколении helion они во втором поколении трейла в том числе пульсар перешел на формат видеозаписи mp4 кому-то это нравилось кому-то это не нравилось в околейте они этого не сделали для кого-то к сожалению лично для меня и так мы имеем все тут же объем встроенной памяти 16 гигабайт основное отличие это чувствительность матрицы не т.д. так называемый показатель не т.д. чем он меньше тем он лучше улавливает разницу температур между объектами и соответственно определяет идентифицирует на большой дистанции какой-либо объект кроме объектов также это влияет конечно на то как вы видите рельеф тепловизор потому что это не ночной прибор часто бывает особенно при высокой влажности рельеф тепловизор виден плохо и вам сложнее ориентироваться по дистанции у меня это мой личный прибор это околает лрф xp50 еще первого поколения будем сравнивать околает лрф xp50 и прошку второго поколения уровень не т.д. компания pulsar до появления приборов второго поколения трейл от хеливана поколейдов в принципе никак не обозначало не заявляла он нигде не афишировался по нашим ощущениям был где-то на уровне на уровне 70 чем меньше эта цифра тем выше чувствительность не т.д. второго поколения 25 точнее меньше 25 как это выглядит реальности вы через пару минут увидите своими глазами мы сняли подробный обзор обзор в условиях реальной природы реальной охоты это не съемкой днем днем под солнцем это съемка ночью температура около минус 2 градусов влажность около 90 процентов для тех кто не впервые сталкивается с тепловизором понимаешь чем выше влажность тем картинка у любого тепловизорного прибора будет хуже инфракрасные лучи плохо проходят через через молекулы воды объектив остался прежним все отличия только матрицы объектив дисплея все осталось прежним так ну что же отправляемся на природу и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, хочу показать вам свой небольшой лайфхак Как я доработал Ecolate Единственным минусом для меня было То, что окуляры обращены вверх и, соответственно, когда ты идешь в темноте, свет от дисплея светит тебе прямо на лицо, подсвечивает лицо Кто-то может спорить, насколько это важно для зверя при близком подходе, но тем не менее, мне не комфортно от этого Я это решил следующим образом подобрал, чтобы они скользили, чтобы они скользили, чтобы они скользили по ремешку Я поднимаю Я поднимаю Наглазники падают Как только я вешаю нагрузь, наглазники закрываются Элегантное, простое решение Единственного недостатка этого прибора Я по-прежнему уже много раз говорил Повторюсь для тех, кто не видел Я считаю Ecolate идеальным прибором для наблюдения Когда вы смотрите двумя глазами Восприятие картинки для вас совершенно другое Наше зрение по природе создано бинокулярным Нам лучше воспринимать эту картинку У вас нету разницы в световом потоке Соответственно, не возникает разницы в глазном давлении Это помогает вашим глазам не уставать ночью Намного быстрее адаптируются глаза У вас нету этого эффекта слепого котенка Когда вы темной ноябрьской ночью ходите по полям с монокуляром Итак, отличие в картинке Свой вывод вы сделаете сами И так как наша рубрика называется «Только честные обзоры» То свой искренний вывод я донесу до вас Я не вижу прорыва Надеялся, что эта разница будет более существенной Конечно, она есть И для того, кто хочет иметь бескомпромиссно лучшее качество прибора В своем арсенале Иметь самую лучшую игрушку Конечно, стоит обновиться на прошку А тем более тем, кто пользуется не биноклем, а обычным монокуляром Но, к сожалению, прорыва я не увидел Несомненно, детализация объекта Детализация рельефа Выглядит лучше То есть мелкие веточки, мелкие детали Кустики, травинки Все это гораздо лучше прорисовывается Соответственно, вам проще ориентироваться на местности И даже Определять дистанцию на взгляд Ориентироваться в пространстве вам будет удобнее Ну и, конечно, идентификация самого объекта будет лучше Мне не очень понравилась во втором поколении Не прошка, а просто Helion 2 и Acolade 2 За счет чего была достигнута лучшая чувствительность Сами объекты были несколько размазаны Был размазанный контур Он горел черным пятном Но при этом детализация объекта была не очень То есть разглядеть лопатку на кабане было сложно Провелил просто черный силуэт с его контурами размытыми Он яркий, далеко заметный Да, но размазанный контур В прошке, конечно, эту ситуацию исправили Что еще? Что еще из того, что вы не увидите на видео? Работа дальномера Хотя официально Может быть, нам попался какой-то удачный прибор Но, скорее всего, они все-таки доработали Модуль дальномера Возможно, программное обеспечение этого модуля Дальномер в прошке работает лучше, чем, по крайней мере, дальномер первого поколения До этого я не замечал разницы между дальномерами любых приборов Пульсар Они были более-менее одинаковые То есть внутри монтирован у них один и тот же модуль В прошке дальномер работает лучше То есть удавалось зацепиться порой за дистанцию около 1400 метров Хотя обычно предел для дальномера Пульсар был около километра Ну и, соответственно, любую дистанцию он меряет более уверенно, чем предыдущее поколение Друзья, надеюсь, этот обзор был вам полезен Для того, чтобы не пропускать наши новые выпуски Подписывайтесь, нажимайте лайк, комментируйте, задавайте ваши вопросы Всегда с удовольствием будем отвечать До встречи на охотах и непуховом, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok